Я недавно побывал в мастерской Иветты Лохматовой, на мой взгляд, замечательнейшего художника в Санкт-Петербурге. Я прочту вам два коммента к моему видео. Первый – от «Капли воздуха» до «Отличной работы», именно то, что нужно. Свет, фактура в видении композиции – изумительно. Что-то между Фершином и Левитаном. Круто. В интернете, надеюсь, побольше её картин увидеть. Детально посмотреть. Хотелось бы детально посмотреть её руку. И второй комментарий от Юлия Великого. Картины, конечно, интересные и особенные. И, конечно, художник сам решает, когда картина закончена. Но впечатление такое, что это всё этюды. Надо зарисовывать всё пространство холста. Меня так учили, начиная с художественной школы. Оригинальничать не надо. Ведь если вы заговорили о Великих, о Репине, то у них-то всё тщательно прописано. Картины этой художницы висят в павильоне, говорите вы. Но, наверное, не только для того, чтобы люди посмотрели, но и для того, чтобы эти картины продались. Да, теперь подумайте, захочется ли простому человеку купить какую-нибудь из этих картин и повесить у себя в доме или квартире. Нет, эти картины, он отвечает за человека простого, для любителя. А любителей мало. Значит, мало и продадутся. А надо так рисовать, чтобы картины всем нравились. Даже малоразбирающимся в технике и приёмах живописи. Интересно, а как быть тогда с Ван Гогом, который писал, и никому это не нравилось? Или... Ну, неважно, потом отвечу. Профессионализм в этом вопросе имеет, конечно, значение для художника, а для людей – общее впечатление. Сюжет близкий и понятный большинству. Да, для большинства у нас, да. Много чего делалось. Большевики для большинства. Вот почему покупают картины у неизвестных, самобытных художников, которые не халтурят. То есть она халтурит, да. Люди чувствуют настоящее. И не покупают у именитых. Почему? Всё потому же. А не потому, что люди не понимают, видите ли, высокое, в кавычках, художество. Спасибо, Юлия Великий, за ваш вот коммент и капли воздуха. Огромное спасибо. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Будем его вместе развивать. Как вы понимаете, я бы не был бы в мастерской Иветты, если бы не был в восторге от её работы. С огромным уважением отношусь к вам, Юлии Великий, и к другим, кто исповедует нечто такое, что вы пишете, о чём вы пишете. Мне кажется, что, правильно кто-то мне недавно написал, что в этом огромном мире каждому есть своё место. И каждый находит свои какие-то источники радости. Кто-то идёт смотреть Шилова, кто-то Сафронова, кто-то Репина, кто-то Кандинского и так далее. Вот всем находится жизнь по интересам. Как-то все разбредаются по кучкам и кучкуются. Нет никакого одного критерия понимания, что вот это искусство, а это не искусство. Всё искусство, то, что тебя, зрителя, меня, зрителя, делает более любящим, более адекватным, что ли. Вот всё искусство, всё интересно, абсолютно всё. Вот вспомните эпизод с Репиным, с тем же Репиным, который ругал дворника за то, что тот, убирая снежные дорожки в его пенатах, расчищая снег, засыпал снегом место, где собачка пописала. Репин говорит, как ты, как, зачем ты это сделал? Я ходил всё время, так любовался этими жёлтенькими пятнышками, это было так красиво. И ты уничтожил эту красоту. Всё красиво. Для художника. И каждый, как вы понимаете, видит ту красоту, до которой дорос. Вот для дворника это был мусор, а для художника это вот клад какой-то небесный. Для меня всегда, Юлия, были этюды, нечто... Не, они искренне, я ещё мальчиком был в Третьяковке, я не мог отойти от этюдов Левитана и Репинских тех же. А большие картины, ну там всё понятно. Я мальчиком уже чувствовал, что тут какое-то вот есть некие такое ремесленничество. И поэтому этюды, писать большие картины, как этюды, сохранить в них энергию недосказанности, вот такой вот настоящего момента, это задача для больших мастеров. И в эту я отношу к ним, потому что для меня эта задача, я просто знаю, я общаюсь с художниками, ну там, на мой взгляд, с серьёзного уровня, которые рассуждают между собой, как прийти в больших работах вот к этой этюдности, как сохранить энергию этюда в большой работе, одни советуют брать просто кисточки большие адекватно. Вот размеру, значит, если ты, самая большая кисточка у тебя вот такая, например, когда ты пишешь этюд, а в большой картине, если картину в 10 раз больше, значит, ты в 10 раз больше берёшь кисточку. И вот так же модуль напишешь, как этюд. Вот задача. Но это для тех, кто чувствует в этюде силу, непосредственность, энергию, вот чего-то необъяснимого, вот экстаза такого, который в картине, вот этот экстаз за счёт размера просто, его очень трудно маленькими кисточками создать. И растянуть вот этот маленький этюд, вот увеличить его на большой размер, с тем, чтобы сохранить вот эту вот абсолютную живость такую, да? И Вета это очень хорошо понимает, и умница, на мой взгляд, извините, Юлий, с вами не соглашусь. И она это делает в больших работах. Я видел и показывал в этом ролике. Посмотрите, большие работы написаны так же хлёстко, так же энергично, как и маленький. Теперь, следующая мысль. Вы написали, что вас учили замазывать, записывать, зарисовывать весь холст, пространство холста. Ну да, и нас так же учили. Ну а давайте вспомним того же Репина в той же картине, где Иисус исцеляет дочерь, дочку Иаиры, дипломную работу. Там непрописанных кусочков очень много. Куинджи, там то же самое. Подмалевок остается где-то не законченный. То есть подмалевок играет роль, связующий такой, организующего начала, когда он все объединяет. Вот этот цвет подмалевка. Ну хорошо, давайте фешина возьмем, там вообще белые холсты гуляют, остаются как часть композиции во многих работах. Дальше вы пишете, что чтобы картины продались, вот она сидит в павильоне, и я сижу в павильоне тоже. Хорошо, когда картины покупаются, это знак признательности для художника. И потом, извините, художник пишет картины. Ему на что-то надо вообще-то жить и кормить семью. И, конечно, хорошо, когда они продаются, а если нет, то надо что-то делать другое, чтобы зарабатывать деньги. А это тогда превратится в художество, как вы пишете, в это превратится в хобби. И тогда это нанесет какой-то удар по мастерству, потому что это же хобби, ты тратишь время на зарабатывание деньги где-то в другом месте. Хорошо, когда они продаются. И тут встает сразу вопрос. Если ты сидишь на выставке и пишешь картины, чтобы они продались, то ты встаешь на дорожку, когда ты превращаешься в лакея. Потому что ты как бы в угоду публике пишешь, чего она хочет, чего изволите, ты как бы говоришь своими картинами. Вы этого изволите? Вот пожалуйте. Вот что сейчас в тренде, то вот так я вот и повернусь и сделаю сейчас то, что в тренде. Но эта дорожка, на мой взгляд, очень скользкая, потому что ты изменяешь своему импульсу творца, ну, творческому импульсу. И ты наступаешь на горло этой песни, которая хочет петься из твоего нутра. А ты наступаешь, потому что ты превращаешься в коммерсанта, а не художника. Художник идет, художник не должен быть связан с коммерцией. Это обедняет его. Это не дает развиться чему-то очень важному, ради чего он живет, на мой взгляд. Так что пишите вы. Теперь подумайте, захочется ли простому человеку купить какую-нибудь из этих картин и повесить себя в доме или квартире, и пишите нет. Картина для любителя. Ну, и хорошо. Да, для любителя. Да, это замечательно, что есть такие, обязательно есть люди, которые на твоей волне, каким бы стилем ты ни писал. Но если подложка, профессионализм и грамота, и мастерство, то обязательно найдется в мире человек, который это увидит, который срезонирует, и с которым вы будете друзьями, и он будет приобретать твои работы. Нужно немного. Один, два, три хватит. А если их еще там десяток, или это вообще красота. Так что художник, на мой взгляд, это исследователь, который идет вперед. Он вообще, у него взгляд куда-то в неведомое, туда чего еще нет. Он первооткрыватель новых земель. И он пытается, он просто искренне выкладывает свои открытия в доступ всему миру, показывает их. Вот, ребята, посмотрите, может быть, кому-то это интересно. И если находится такой человек, он счастлив. Но он художник не для большинства, который вот находится, который открыватель, который вот исследователь, он не для большинства. Для большинства вот те, как раз о которых вы, наверное, говорите, которые всем понятны. Тарковский, когда выпустил свое, я не знаю, «Зеркало», например, я помню этот момент, когда он вышел на экраны. в кинотеатрах не было никого. Просто, я не знаю, огромный кинотеатр, человек 10 я ходил. Я помню, сбежал с каких-то там уроков в институте, чтобы посмотреть в зеркало. И я был, конечно, очень ошарашен. Я был совсем молодым человеком, но я почувствовал огромную силу. Я не очень-то понимал, что там происходит, но я почувствовал некое внутреннее вот экстаз, ощущение глубины, вот как будто я один в океане, неведомом и одновременно жутком и удивительно красивом океане. И это... Вот, пожалуйста, Тарковский, что вы думаете? Это что? Это фильм для продажи? Жертвоприношение его для продажи? Вся жизнь его что? Для продажи? А надо рисовать так, чтобы картины всем нравились, даже малоразбирающимся в технике приема, приемах живописи. Такие были рецензии на этот фильм «Зеркало». Это уничтожающие. И как вообще, с какими трудами он снял Рублева? Это что-то невероятное. Слава Богу, что он был снят, хотя с огромными трудностями. И все это было под закрытием не один раз. Да, для людей, общее впечатление, сюжет близкие, понятные большинству. Да, большинству, конечно, были понятны картины о Ленине, о Сталине в свое время. О, огромные. Родились союзы художников, и принимают они. И они начали награждать себя всяческими почестями и званиями. И, конечно, самыми большими званиями награждались те, кто писал о вожде что-нибудь. Да побольше, покруче, помасштабнее. Величие, чтобы показать вот этого большинства. я все пытаюсь сказать, вот не нахожу слов, наверное, о том, что все-таки искусство это не бизнес. Андрей Платонов писал свой «Чивенгур» или «Котлован» вообще в стол не для того, чтобы заработать деньги там. Какой там к черту заработать, потому что это, почитайте, это какой язык, обличающий всю эту структуру большинства, о котором вы пишете. Какой язык. На этом было невозможно заработать. За это можно только было сесть в тюрьму. Или Булгаков, пишущий свой «Бег» или «Мастер и Маргарита» «Мастер и Маргарита» в основе не лежит желание понравиться большинству и чтоб купили. Это само собой приходит, если будет удача и повезет. В основе лежит другое сказать. Сказать то, что ты чувствуешь и чувствуешь не то, что чувствуют остальные. Дело даже не в остальных, в других. Сказать то, что ты чувствуешь, вот это основа. И тебя даже не особенно волнует увидит кто-то или не увидит. И ты смиряешься с тем, что те, кто смотрят на твою работу или вообще проходят мимо, даже не глядя, ты с этим смиряешься, потому что ты знаешь, в каком ты мире живешь. Почему ты так пишешь? Великая тайна. Но, видимо, это все-таки из-за того, что для тебя ты выбрал способ, который тебя делает настоящим лучше, делает просто любящим, осознающим. Ты выбрал способ для того, чтобы пребывать в осознанности, чтобы быть осознанностью. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам это действительно интересно. И делитесь с друзьями. Пусть об этом канале узнает как можно больше ваших друзей. Он будет тогда интересным, более интересным, расширенным. субтитры 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 создавал DimaTorzok